да чё-то как-то в этом году номерная серия redmi note задержалась с выходом на глобальный рынок но все процесс пошел и мы с вами сегодня посмотрим на глава ряд 12 линейки которым является сейчас воздуха наберу redmi note 12 pro плюс 5g как бы сказал мой дед краткость сестра таланта а если таланта нет то и сестры нет именно он пока что возглавляет 12 семейство смартфонов redmi на глобальном рынке потому что в китае там своя история там другие redmi часть из которых потом чудесным образом превращается в смартфоны пока для глобальных продаж я не стану вас сегодня утомлять долгим обзором и расскажу вкратце и о главном постоянные зрители уже наверное догадались почему я не буду затягивать а кто не понял скоро поймете а вообще лучше сразу стать тем самым постоянным зрителем чтобы быть в теме событий конечно вы обязательно узнаете мое мнение о нем с учетом цены а пока давайте продолжим распаковку и посмотрим на все эти коробочки зарядочки и кабель очки ну как же без этого сейчас стало модно оборачивать коробки в бумагу вместо пленки ну экология и все такое пробираемся в недра карабаса и смотрим что здесь есть на есть у нас вот такой привычный прозрачный чехол dos смартфон пока в сторонку отложим посмотрим комплектные аксессуары и здесь тоже без сюрпризов кабель плюс зарядка серьезная штука даже круче чем у предфлагманского сяоми 13 между прочим сам смартфон тоже обернут в бумажный транспортировочный фантик и эту бумажку не любят перекупы которые хотят проверить работоспособность смартфона перед продажей и этот фантик иногда просто рвется с пленками было гораздо проще но это все грета тумблер виновата такс ну что основные моменты белый глянец ну более-менее практично черный цвет тоже глянцевый вот у меня есть китайская версия в черном исполнении и тут уже с практичностью не очень а также имеется голубой вариант сзади у нас стекло корпус такой и не плитка и не обмылок нечто среднее торцы пластиковые окрашены под матовый металл дырочки отверстия посмотрим сверху музыкальный джек вспомогательный динамик микрофон шумоподавления плюс инфракрасный порт на обратной стороне главный динамик type-c разговорный микрофон и двухсимочный лоток без поддержки карт памяти как всегда тут есть защитная резинка но ни о какой полноценной влагозащите речь тут не идет и у редмиков не бывает для понимания размеров покажу его рядом с небольшим сяоми 13 которые я сейчас активно пытаюсь познать потом поделюсь результатами а вот он рядом с poco x5 pro и редмик тоже немного больше в общем не маленький такой аппарат настоящая лопатка да и весит прилично 210 грамм все это нужно учитывать сканер отпечатков кнопки питания на правом торце абсолютно вменяемый сканер дисплей разблокируется быстро собственно давайте об экране и поговорим на этот раз маркетологи придумали новое название vibrant flow amoled дисплей круто да фантазиям маркетологов нет предела чё только не придумают на самом деле это обычная хорошая amoled матрица с диагональю 6 и 67 при full hd плюс разрешение с поддержкой 120 герц dolby vision есть и пиковая яркость 900 нит поверх всего этого дела стекло gorilla glass 5 с минимальными скруглениями на краях и защитная пленка из коробки у меня нет никаких поводов крутить носом и придираться к этому экрану потому что он в полном адеквате да еще и коэффициент пульсации очень приятный на всем диапазоне яркости и только на самых низких яркостях он поднимается выше 20 процентов какая чистота шим используется я не нашел в описании глобальной версии но в китайской модификации был заявлен шим до 1920 герц а у них одинаковые дисплеи ну разве что белый цвет немного отличается по цветопередаче а это просто разная калибровка остальные параметры один в один памяти насыпали будь здоров 8 256 гигабайт и и меньше просто нет впрочем и больше тоже одна модификация но память не самая скоростная накопители ufs 2 и 2 при том что чипсет поддерживает стандарт 3 1 вот жлобяры но чипсет представлении не нуждается это прекрасно нам знакомый середнячок от mediatek да и меньше ти 1080 я уже сто раз вам о нем рассказывал это прямой конкурент 778 дракона вкратце на повседнев окей для игр пойдет только если без фанатизма то есть например в геншин вы сможете побегать даже на максимальном графоне но средний фпс будет болтаться в диапазоне 30 35 но может 40 кадров и периодические затыки тоже будут ну а простые мобильные игрухи сейчас даже бюджетные процесс спокойно вывозят из коробки получаем 14 миюай сразу поймал обновление но это какая-то промежуточная обнова которая принесла новый патч безопасности лучше бы 13 android добавили а то как-то не камельфо в двадцать третьем году в новом аппарате получать все еще 12 ведро да в этом нет ничего страшного до 13 робот здесь тоже будет но сам факт когда я делал обзор китайской версии я отмечал что там были небольшие фрезы при навигации по настройкам здесь на глобальном по я такого уже не наблюдаю иногда можно увидеть какие-то мелкие фрезы например при вызове гугловской новостной ленты но в целом система работает достаточно шустро и вполне комфортно а вот на камерах давайте немного задержимся тем более у меня в запасе есть кое-какие сравнительные тесты но сперва напомню что но 12 про плюс 5g в качестве основного сенсора предлагает 200 мегапиксельный датчик samsung hpx с хорошей апертурой и системой оптической стабилизации дополнительные камеры как всегда простецкие ширик на 8 мегапикселей и макрозатычка на 2 мегапикселя но основная камера действительно хороша это самая продвинутая камера за всю историю глобальных редми ноут перед этим обзором я провел опрос в моих соц сетях где попросил вас оценить несколько исходников с этой камеры при разном освещении не называя при этом имя смартфона результаты опроса в телеге и вк очень схожие подавляющее большинство оценило эту камеру как хорошую или очень хорошую и тут я полностью согласен да конечно здесь тоже можно придираться иногда проскакивают ошибки экспозиции еще какие-то нюансы но даже у флагманов бывают промахи автоматики но в целом эта камера дает возможность получать фотки такого уровня которого за глаза хватит ну я не знаю ну подавляющему большинство этого качества будет с головой полноразмерные фотки 200 мегапикселей как обычно активируются отдельно в настройках камеры использовать этот режим для повседневных съемок естественно смысла нет но если нужно зафиксировать какой-то удаленный объект и потом кропнуть его то почему бы и да ну вот например шпиль на здании я хочу его видеть поближе и на равноценных мощных кропах естественно объект будет более четким на 200 мегапиксельные фотографии справа или вот вам еще один примерчик серьезного кропа ну это очевидные факты здесь просто решает высокое разрешение но и весят такие фоточки не хило по 30 40 мегабайт а теперь давайте-ка сравним redmi и сяоми 13 light это портретный режим с искусственным размытием и здесь мне больше понравилась работа со светом у 13 light а redmi слегка пересветил лицо но при этом у redmi меньше шумов и меньше артефактов обработки на лице а также само размытие слева получше 13 light как-то неудачно размыл область возле уха redmi тоже не идеален он ухо слегка подразмазал но слева размытие выглядит более реалистично на мой взгляд давайте продолжим сравнение камеры этих смартфонов и напомню у 13 light а сенсор amx 766 без оптического стаба и предлагаю выключить солнце вот такая локация специально показываю на видео чтобы вы могли оценить атмосферу здесь вам и объект в виде здания и небо просматривается на фоне ночной режим активирован и что мы видим но во первых сразу заметно что фото слева она более светлая и я поелозил глазами по кропам и вы знаете redmi тут как минимум ни в чем не уступает а на многих участках кадра он даже выигрывает ну вот допустим посмотрите на капот автомобиля 13 light накидал сюда шумов а у redmi с этим делом как-то получше получилось и тут я подумал у меня же в кармане есть ван пласт 9 pro как вам такое сравнение redmi против x флагмана вот такая была локация тоже ночная и что на этот раз что могу констатировать что слева цвета более адекватные палац все-таки перебрал с теплыми тонами также мы можем увидеть что 9 pro накидал каких-то артефактов вдоль проводов у редмика такого не наблюдается но все-таки ван пласт местами сохранил более высокую детализацию но по большому счету мы видим что рэдми вполне способен подтягаться по основной камере с бывшими флагманами да с переменным успехом но способен на это что касается фото давайте видео смотреть перед вами все доступные режимы видеосъемки сперва покажу примеры а потом дам дополнительный комментарий так пример 4к 3 с кадра в секунду до максимальное качество здесь и смотрите какая у нас здесь ситуация в 4к оптический стаб отрабатывает электронного нет потому что просто не позволяет если снимать вот такую статику аккуратно то вообще все четко ничего не дергается но если начинать идти быстрым шагом например или мотать камерой туда-сюда то у нас наблюдается такой своеобразный эффект желе и легкие подергивания из-за того что отрабатывает только оптический стаб электронного не хватает уже в таком случае видите да то есть в целом снимать 4к конечно можно если к делу подходить с прямыми руками но конечно электростаб был бы было бы лучше еще примерчик 4к автофокус давайте посмотрим но есть есть что касается приближение цифрового то она у нас здесь шестикратная вот он 6х назад но если у вас намечается съемка какого-то экшена или просто съемка в движении тогда лучше включить full hd 30 кадров как я сейчас это сделал то есть базовый режим съемки здесь у нас отрабатывает электронная стабилизация вот вам примерчик а при full hd 60 кадров уже электростаб не будет вам помогать пример видео на широкоугольную камеру здесь у нас все стандартно 1080p 30 кадров с электронным стабом но в принципе я все сказал при съемке full hd 30 кадров работает цифровая стабилизация а в 4к остается только оптическая я еще допускаю что есть какое-то подобие электронного стаба потому что при активации видеосъемки наблюдается небольшой кроп но даже если это и так то это недоразвитый электростаб и насколько я понимаю тут все упирается в медиатек 1080 я не видел ни одного смарта на этом чипе в котором была бы полноценно реализована цифровая стабилизация в режиме 4к realme 10 pro plus простой тому пример и еще куча смартов на родственных чипсетах dimensity 900 и 920 которые отличаются от чипа 1080 только частотами это вообще беда многих медиатеков даже более производительного dimensity 8100 фронталка на 16 мегапикселей вот вам парочка самострелов обычное и портретное селфи но тут все достаточно стандартно видео на лицевую камеру здесь у нас full hd 30 кадров или 60 30 с электронной стабилизации 60 уже без батарея на 5000 миллиампер наверное это уже такой маст хэв для современного смартфона который не является компактом или каким-то необычно тонким аппаратом нормальная емкость нормальная автономность для общего понимания как обычно разрядил его полностью через youtube и в этом сценарии он продержался около 18 часов это нормальный середняковый результат бывает и больше но есть скоростная зарядка которая прокачивает батарею энергии больше чем на половину за какие-то 10 минут ну а полностью он заряжается за 21 22 минуты но для максимальной скорости нужно активировать специальный ползунок в настройках хотя даже без него зарядка достаточно быстрая 25 минут примерно вибромотор линейный стереозвук полуторный звучит просто нормально без замечаний вай фай 6 nfc но есть и к чему придраться тоже как обычно в серии redmi урезанный always on дисплей с отображением на 10 секунд и не больше и в обзоре китайской версии я обращал ваше внимание на то что в смартфоне виртуальный датчик приближения ну и конечно же в глобальной версии чудо не случилось тут все аналогично да в большинстве случаев он работает нормально но не всегда поэтому виртуальный датчик записываем в недостатке а жаль потому что большинство последних сяоми уже имеют нормальный оптический датчик и я думаю вы все понимаете да почему обзор получился достаточно быстрым да потому что я уже вам рассказывал о китайском redmi note 12 pro plus и на глобальный рынок смартфон вышел без изменений и вот теперь давайте подводить итоги уже с учетом ценников на глобалку когда я делал обзор китай версии несколько месяцев назад я в целом остался доволен смартфоном потому что здесь есть баланс тут однозначно лучшая камера за всю историю redmi note это что-то вроде такой лайтовые версии сяоми 12 pro только с облегченным железом и я надеялся на то что на глобальный рынок смарт выйдет без изменений и это случилось это хорошо но как обычно все решит цена и давайте посмотрим что там почем ну что 400 зеленых в начале продаж его страница на алиэкспресс где продажи и стартуют и напоминаю что все старты новинок мы с вами отслеживаем в моей телеге и в группе века и там же я публикую скидосы на самые разные девайсы присоединяйтесь да чё-то как-то цены на новинки 23 года от китайцев какие-то не очень вкусные согласитесь и это касается не только сяоми но и конкуренты перестали стрелять топами за свои деньги да еще и валютные курсы не самые выгодные сейчас но все равно 400 баксов но это не та цена которая дает мне основания сказать ну все братва бежим покупать если бы это был ценник для нашей розницы но окей но мы-то с вами привыкли что на алике всегда было заметно дешевле а за 30 тысяч рублей с копейками можно найти в продаже прошлогодние смарты которые тоже имеют и приличную камеру в том числе с оптическим стабом и производительные железки внутри даже более мощной чем тут в который раз не удержусь и наверно под конец сопливой ностальгии помните redmi note 3 pro note 4x note 5 да это были можно сказать уникальное предложение за свою цену а redmi note 7 который разрывал все и вся с его камерой на тот момент и за те деньги она вот 8 pro тоже был красавчик и как тут не вспомнит redmi note 10 pro который принес бюджетную нишу 120 герцовый амолед экран и годную камеру и при этом на старте он стоил помните сколько а я вам напомню 250 зеленых на алике у него попросту не было конкурентов за ту цену поэтому были тысячи покупателей был настоящий ажиотаж но где все это где наши любимые топы которые давали много смартфона за минимум денег наверное рынок изменился и наши ожидания вместе с ним тоже будут меняться к говорю мой дед идем в жопу со временем в ногу дед в ногу хотя может дед и прав но вот такой сейчас рынок я не знаю может но у 12 про плюс когда-то подешевеет я только за такое развитие события пока вот так ну посмотрим понаблюдаем и да есть еще redmi note 12 pro без приставки плюс и он дешевле опять же у меня есть обзор китайской версии и глобалка там точно такая же рекомендую посмотреть обзор потому что там тоже приличная камера также с оптическим стабом и мне он даже больше приглянулся с учетом разницы в цене по большому счету обычная прошка уступает про плюс версии только скоростью зарядки но она там тоже достаточно быстро посмотрите видос там есть сравнение и по камерам тоже есть над чем задуматься надеюсь вы дополните это видео своими комментариями мои соц сети указаны в описании забегаете на огонек а на этом у меня все пока пока